Здравствуйте! Тема нашей лекции – анатомия внутренних органов. Ознакомимся с планом лекции. Раздел анатомии, изучающий внутренности, называется «Спланхнология». От латинского слова «Спланхнолог» – внутренность, «Логос» – изучаю. Внутренность этого органа расположена в определенных полостях тела человека – грудной, брюшной, тазовой полости, а также в области лица и шеи. Объединение в системы происходит по функциональному и топографическо-анатомическому генетическому признакам. В каждой системе органов все органы участвуют в выполнении одной функции. Один орган может входить также в несколько систем органов. Например, глотка. Она входит и в состав пищеварительной системы, а также в состав дыхательной системы. Таким образом, система внутренних органов делится на три огромные системы. Это пищеварительная система, вторая – дыхательная система и третья – мочеводелительная система. Органы пищеварительной системы обеспечивают организм питательными веществами и выводят остатки пищи. Дыхательная система снабжает организм кислородом и удаляет углекислый газ. Мочевые органы выводят из организма вредные продукты, обмена веществ. Половые органы выполняют функцию размножения. В развитии внутренних органов принимают участие все зародышевые листки. По строению внутренние органы разделяются на полые или же трубчатые, а также парихематозные или железы. Первые служат для проведения, а также переработки содержимого, а вторые – парихематозные, выделяют секреты. По парихематозным органам относятся следующие органы. Это почки, печень, селезенка, легкие, пожелочная железа. К трубчатым органам относятся большинство органов пищеварительной, дыхательной и мочеполовой системы. Например, глотка, гортань, кишечник, мочеточники, желудок. Парихематозные органы построены из паренхемы, то есть функциональной ткани из трома, соединительной тканой основы. А сейчас рассмотрим строение трубчатых органов. Трубчатые органы имеют вид трубок различного диаметра, а также длины, и состоят из четырех слоев. Это в первую очередь слизистая оболочка, вторая – это мышечная оболочка, и третья – сирозная оболочка или адментиция. Но в большинстве случаев стенки состоят из трех слоев, но есть органы, стенки которых состоят из четырех слоев. Как я ранее указала, после слизистого слоя здесь имеется подслизистый слой. Например, он имеется в желудке, а также в мочевом пузыре. Слизистая оболочка выстилает органы изнутри. Она покрыта слизью, потому что внутри имеется большое количество мелких желез, которые вырабатывают эту слизь. Цвет светло-розовый, бледно-розового цвета до ярко-красного цвета. Здесь имеется большое количество одноклеточных желез, а также состоят из трех слоев. Это эпителий различных типов, собственная пластинка из рыхлой соединительной ткани с железами, лимфоидными образованиями и мышечная пластинка. Подслизистый слой расположен под слизистой оболочкой, то есть между слизистой и мышечной оболочками. И позволяет слизистой оболочке смещаться относительно мышечной и образовывать складки. Мышечная оболочка образована гладкой мышечной тканью, но в верхнем и нижнем отделе пищеварительной трубки в ее состав входят также поперечно-полосатые волокна. Сирозная оболочка образована из волокнистой соединительной ткани, снаружи покрыта односнойным плоским эпителием. Она гладкая, влажная, за счет этого уменьшается трение между органами. Сено грудной, брюшной, а также тазовой полостей. Адвентиция – наружная соединительная тканная оболочка полых органов. Она не покрыта мезотелием. В нашем организме имеются три большие сирозные полости. Сирозная полость – это замкнутая со всех сторон пространства. В сирозной полости расположены органы. К сирозным полостям относятся брюшина, плевра и перикард. Каждый из этих оболочек состоит из двух листков. Наружный листок – париетальный, внутренний – висцеральный. Висцеральный листок срастается с наружной поверхностью органов, а париетальный прилежит к стенкам полости. Между листками расположена полость, заполненная сирозной жидкостью. На рисунке мы видим перикард или сердечную сумку, которая покрывает снаружи наше сердце. Плевру, которая сверху выстилает наши легкие. И, естественно, брюшину. Брюшина самая большая. Сирозная полость, расположенная в брюшной полости. Сирозная полость внутри грудной клетки. Здесь на рисунке указано. Первая – это плевральная полость, естественно. Вторая – здесь расположены легкие. Третья – париетальный листок плевры. Реберная плевра. Четвертая – это висцеральный листок плевры. Легочная плевра. Пятая – указана расположение сердца. Шестой – это висцеральный листок плевры. Перикардиальная плевра. Седьмой – перикардиальная полость. Восьмой – расположение аорты. Девятый – это пищевод. Десятое – расположение трахея. И одиннадцатое – средостение. Между листками средостения расположена аорта, пищевод, трахея с проходящими по ней нервами, а также сердце с перикардом, или также ее называют околосердечной оболочкой. В рисунке видна плевра. Средостенная плевра. По бронхам на легкие, которые переходят и одевают их, получают название легочной плевры. В рисунке Т4 указана. А полость, заключенная между паритальными средостенными и легочными плеврами, называется плевральной. Плевральная полость подразделяется на два листка. Паритальный, покрывающий ребра и диафрагму, а также висцеральный, покрывающий внутренние органы. Паритальный листок, покрывающий ребра, называется реберной плеврой, плеврокасталис. Переходит на диафрагму и получает название диафрагмальной плеврой, плевродиафрагматика. Между двумя плеврами имеется также пространство, которое называется средостение. Средостение представляет собой комплекс органов, ограниченный спереди грудиной и внутригрудной фасции, сзади к грудным отделам позвоночника, боковые стенки – это листки внутригрудной фасции, нижняя стенка – диафрагма, диафрагмальная фасция, а верхняя сообщается с областью шеи через верхнюю апертуру грудной клетки. Отделы средостения – это верхний отдел и нижний отдел. Нижний, в свою очередь, делится на передний, средний и задний. Вот на рисунке тоже видно. Верхнее средостение, нижнее средостение. Каждое нижнее делится на переднее, среднее и заднее. Среднее еще называют центральное средостение. В верхнем средостении расположена вилочковая железа, клетчатка тимуса, плечеголовные вены, дуга аорты, а также ее ветви, трахея, пищевод, симпатические стволы, блуждающий нерв, диафрагмальные нервы. В переднем средостении расположена спереди грудина, сзади перикард, по бокам внутрикрудная фасция, а также здесь клетчатки, внутрикрудные сосуды, передние лимфатические узлы, внутренняя грудная артерия, а также вены. В среднем средостении спереди расположена передняя стенка перикарда, сзади задняя стенка перикарда, по бокам медиастенальная плевра, а также следующие структуры — это сердце с перикардом, легкие артерии, легочные, а также вены. Здесь имеется также бифуркация трахеи, то есть место, где происходит разделение трахеи на бронхи, а также главные бронхи. Заднее средостение представлено сзади позвоночника, то есть грудной отдел позвоночника. Спереди — это задняя поверхность перикарда, по бокам медиастенальная плевра, и здесь расположена структура следующая. Это межреберная артерия, а также вены, парная и полу-непарная вена, нисходящая часть аорты, пищевод, блуждающий нерв. Рассмотрим пищеварительную систему. Гастроэнтерология или пищеварительная система на латыни называется аппаратус дагисториус. Пищеварение — это сложный физиологический процесс, в ходе которого пища, поступающая в организм, подвергается физическим, химическим изменениям, а также всасывается в кровь или лимфу. Питательные вещества, которые используются в пище, — это белки, жиры, углеводы, витамины, вода и минеральные соли. Белки в пище. Здесь указаны продукты, в которых расположены белки. Жиры в пище. Это растительные, естественно, и животного происхождения жиры. Углеводы в пище. На следующем слайде. Витамины, которые мы получаем из продуктов, — это овощи и фруктов, а также синтетически полученные таблетки, вода, а также минеральные соли. А сейчас ознакомимся с функциями пищеварительной системы. К функциям пищеварительной системы относятся три основные функции. Это моторная или же механическая, секреторная, ее также называют химической, и всасывающая функция. Механическая функция относится механическое измельчение пищи, передвижение пищи вдоль пищеварительного тракта, а также выделение отработанных продуктов. Химическая или же секреторная функция заключается в выработке ферментов, пищеварительных соков, такие как желудочный, кишечный, слюны, а также желчи и всасывающие. Здесь происходит всасывание белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей и воды. Органы пищеварения делятся на две большие части. Это пищеварительный канал и пищеварительные железы, то есть железы, которые участвуют непосредственно в пищеварении. Пищеварительный канал имеет длину около 10 метров, начиная с ротовой полости. Сюда входит ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, а также кишечник. И пищеварительные железы. Сюда относятся, естественно, железы желудка, железы кишечника, поджелудочная железа, печень, а также слюные железы. Пищеварительная система, начинающая с ротовой полости, делится на две части. Это преддверие рта, пространство, которое расположено до зубов. И собственная ротовая полость. Ротовая полость. На латыни – cavis oris. Значит, в преддверии рта входят в основном это губы, щеки и наружная поверхность зубов, а также десен. А, собственно, ротовая полость, она ограничена с боков спереди внутренней поверхностью зубов, также десен. Сверху небо, который, в свою очередь, делится на твердое небо, которое занимает две трети верхней поверхности ротовой полости и одну третью мягкое небо, то есть часть входа в глотку. А также снизу ограничена дном ротовой полости. Ротовая полость открывается в глотку, а в месте перехода ее в глотку ротовой полости расположен нёбный язычок, а также миндалины, является элементами иммунной системы. Ну, в первую очередь посмотрим органы, расположенные, собственно, в ротовой полости. Это, конечно же, зубы. С шести месяцев начинают прорезываться молочные зубы, количество их двадцать. Они прорезываются до шести лет, а шести лет начинают прорезываться постоянные зубы, их количество тридцать два. Зубы расположены в зубных лунках или альвеолах верхней и нижней челюсти. Зубы обеспечивают механическую обработку пищи. И, в свою очередь, делятся на следующие – это резцы, клыки, малые коренные и большие коренные зубы. Зубы сверху покрыты эмалью, внутри имеется дентин, а также средний слой его, пульпа, в котором расположены сосуды и нервы. Зубы могут быть однокоренными, это в основном наши резцы и клыки, двукоренными, малые коренные зубы и, наконец-то, большие коренные зубы, они бывают трехкоренными. В каждом корне имеется свой канал, в котором расположены нервы и сосуды, капилляры. Последний зуб – зуб мудрости, который начинает прорезываться после 18 лет. Зубы. Как мы сказали, расположены в своих лунках. После зубов вторым органом важным ротовой полости является язык, lingua на латинском, который, в свою очередь, является органом вкуса, речи, участвует в акте живания, а также глотания. В свою очередь, язык состоит из трех частей. Это кончик языка, тело языка и корень языка. Это мышечный орган, сверху покрыт слизистой оболочкой, который имеет большое количество сосочков. Это вкусовые сосочки языка, который определяет вкус нашей пищи, а также тактильные сосочки. В ротовой полости также имеются слюны и железы. Большое количество мелких слюных желез. Протоки открываются в ротовой полости, естественно. Слюна обеззараживает, смачивает пищу. И в первую очередь в ротовой полости происходит расшипление углеводов за счет ферментов, которые расположены в слюне. Но в ротовую полость также открываются протоки других слюных желез. Это три большие слюные железы, которые расположены вне ротовой полости. Околушная, подъязычная и поднижнечелесная. Следующий орган — это глотка, фарингс. Является начальным отделом пищеварительного тракта, а также дыхательных путей. Представляет собой полый орган, который образован мышцами, фасцами, а также внутри он выслан слизистой оболочкой. Длина глотки взрослого человека равна в среднем 14 сантиметров. Поперечный размер в среднем равен 4,5 сантиметров. Глотка, в свою очередь, делится на три части. Носоглотка, ротоглотка и гортанная часть глотки. Следующий отдел — это пищевод. Эзофагиус является непосредственным продолжением глотки. Имеет форму сплющенного спереди-назад трубки. Длиной 30 сантиметров. Начинается в области шеи на уровне седьмого шейного позвонка. И заканчивается, естественно, на уровне одиннадцатого грудного позвонка. В пищеводе различают следующие части. Это шейная часть, потому что располагается в области шеи. Парс цервикалис. Вторая часть — грудная часть. Парс торацика. Она простирается через всю грудную полость. И брюшная часть. Парс абдоминолис. Она самая короткая. Пищевод, прободая диафрагму, то есть мышцу, которая отделяет грудную полость от брюшной полости, переходит таким образом в брюшную полость. А брюшную полость, естественно, переходит в желудок. Вверху имеется верхнее сужение пищевода, то есть место перехода из глотки в пищевод. Второе сужение — это среднее сужение пищевода в области бифуркации трахеи на два бронха, на левый и правый бронх. И третье сужение — это место перехода пищевода через диафрагму в брюшную полость. Это уже третье сужение, называется диафрагмальное сужение. Следующий орган пищеварительной системы — это желудок, гастер или вентер. Поло- и мышечный орган расположен в левом подреберье в эпигастрии. Кардиальное отверстие имеет в области 11-го грудного позвонка. Отверстие привратника расположено на уровне первого поясничного позвонка у правого края позвоночного столба. Желудок сам является резервуаром для проглоченной пищи. Здесь осуществляется химическое переваривание пищи. Кроме того, осуществляет секрецию биологически активных веществ, а также выполняет функцию всасывания. Объем желудка около 3 литров. Стенка состоит из нескольких слоев, а точнее это наружные слои, естественно, серозная оболочка. Потом идет мышечная оболочка, потом подслизистый слой и внутренняя слизистая оболочка. Это слои. Желудка. Желудок имеет несколько частей. Это тело желудка, доно желудка, входное отверстие, выходное отверстие, малая кривизна и, естественно, большая кривизна. У выхода в двенадцатиперстную кишку, то есть первый отдел тонкого кишечника, имеется пилорический сфинктер. Внутренняя поверхность имеет складчатость. На слизистой оболочке имеется большое количество желез желудка, которые открываются в эту слизистую оболочку и выводят сюда желудочный сок для переваривания нашей пищи. Состав желудочного сока – это ферменты, расшипляющие белки, слизь, которая предохраняет стенку от механических химических повреждений, а также соляная кислота, аж хлор. Она, в свою очередь, обеззараживает пищу и, естественно, часто из расшиплений. Следующий отдел – это тонкий кишечник, интестиум тенио, отдел кишечника, который имеет длину 4,5-5 метров и расположен между желудком и толстой кишкой. Тонкая кишка осуществляет основную функцию расшипления и всасывания питательных веществ. В тонкой кишке имеются следующие отделы. Первый отдел – это двенадцатиперстная кишка, дуаденум. Второй отдел – толщая кишка, энум. И третья – подвздошная кишка, илеум. Процесс всасывания осуществляется кишечными ворсинками, основная функция которых заключается в захвате пищеварительных питательных веществ, подвергшихся физической и химической обработке желчью, поджелудочным и кишечным соком, выделяемыми кишечными железами, расположенными здесь. При этом белки и углеводы всасываются по венозным сосудам, также попадают они в воротную вену, где подвергаются химической обработке в печени, а жиры по системе лимфатических сосудов. Таким образом, в тонком кишечнике осуществляется расшипление белков, жиров, углеводов до конечных продуктов, а также осуществляется избирательное всасывание питательных веществ. В начальный отдел тонкой кишки, то есть двенадцаперстную кишку, открываются протоки печени и поджелудочные железы. Естественно, желчь сюда выделяется, а также поджелудочный сок. Двенадцаперстная кишка кальцевидной формы, начало и конец расположены на уровне первого поясничного позвонка. Дуаденальные железы здесь имеют небольшие размеры, слабо разветвленные. На рисунке видно части тонкого кишечника двенадцаперстная, тощая и подвздошная. Второй отдел тощая кишка занимает примерно две пятые части, а подвздошная кишка, естественно, три пятые части. А сейчас рассмотрим отделы тонкого кишечника. Толстый кишечник. Длина полтора метра. Слизная оболочка имеет складчатое строение, не имеет ворсинок, в отличие от тонкого кишечника. Железы, расположенные в толстом кишечнике, вырабатывают слизь. Происходит сосание большей части воды. А также здесь происходит образование каловых масс. Толстый кишечник, в свою очередь, делится на слепую кишку червеобразным отростком, который называется аппендикс. При воспалении этого отростка в воспалительном процессе естественно образуется аппендицит. Второй отдел — ободочная кишка. И, естественно, третий отдел — это прямая кишка. Ободочная кишка, в свою очередь, делится на следующей части. Это восходящий отдел ободочной кишки, поперечный отдел, нисходящий отдел, а также сигмовидная кишка. В толстой кишке содержится большое количество микроорганизмов, которые обеспечивают нормальное пищеварение, а также синтезируют витамины группы В и К. Ну и здесь на следующем слайде естественно ободочную кишку показывают, которая является основным отделом толстой кишки, является продолжением слепой кишки. Ободочная кишка не принимает непосредственно участие в пищеварении, но в ней всасывается большое количество воды и электролитов. Наконец, прямая кишка, конечная часть пищеварительного тракта, не имеет изгибов, заканчивается отверстием, которое называется анус или заднепроходное отверстие, анальное отверстие. А сейчас рассмотрим железы, которые участвуют в пищеварении. В первую очередь это печень, на латыни она называется гепар. Это самая большая пищеварительная железа. Масса достигает от 1300 до 1800 грамм, в среднем 1500 грамм. Печень имеет красно-коричневый цвет, располагается в правом подреберье, под диафрагмой, защищена нижними ребрами. Печень состоит из двух долей, это правая и левая. Правая доля значительно больше левой доли, занимает практически всю верхнюю правую часть живота. правой доли выделяет еще две вторичные доли, это квадратная и хвостатая доля. По современной схеме, предложенной Клодом Куина, печень делится на 8 сегментов, которые, в свою очередь, образуют правую и левую доли. Сверху она окружена плотной капсулой, которая полностью отделяет ее от брюшной полости. Структурно-функциональной единицей и долькой является печеночная долька и апатоцит. Кровоснабжение печени осуществляется с помощью двух различных кровеносных сосудов, это печеночные артерии, воротные вены печени. Оба кровеносных сосуда впадают в печень через так называемые ворота печени. Печеночная артерия несет обогащенной кислородом кровь от брюшной артерии к печеночным клеткам. А в свою очередь воротная вена это вена, которая транспортирует кровь от кишечника, желудка, селезенки, желчного пузыря в печень и также поджелудочные железы. Воротный вен транспортирует в печень все вещества, находящиеся в кровеносной системе. Это питательные или же токсические вещества. Под печенью имеется следующий орган, который называется желчный пузырь. везикофелия является резервуаром для накопления желчи. Расположен висцеральной поверхности печени в одноименной ямке. Имеет следующие части дно, тело и шейку. Шейка переходит в пузырный проток. стенка желчного пузыря состоит из трех слоев. Это соединительно-тканный, мышечный и внутренний слизистый слой. Функциями печени является в первую очередь защитная барьерная функция. Здесь обезвреживается около 95% ядов. И вторая одна из главных функций печени. В печени ее клетками вырабатывается желчь примерно около литра в день вырабатывается, которая собирается в желчном пузыре и оттуда по общему желчному протоку попадает в двенадцаперстную кишку. Желчь принимает непосредственное участие в пищеварении, особенно при расшиплении жиров. Желчь активирует поджелудочный сок, а также эмульгирует жиры. поджелудком расположена вторая железа, в которой участвует пищеварение. Называется она панкреас, поджелудочная железа. ее строение мы изучаем в разделе железы внутренней секреции, а точнее она относится к железам смешанной секреции, потому что вырабатывает секрет экзокринной и эндокринной породы природы. Функция ее пищеварительная, то есть выработка поджелудочного сока, содержащего ферменты, расшипляющие белки и углеводы. В свою очередь поджелудочная железа имеет следующие части. Это головка, тело и хвостовая часть. Ну и вторая функция поджелудочной железы, она вырабатывает гормон инсулин, как железо внутренней секреции, который регулирует уровень сахара в крови. гормон вырабатывается в островках Лангерганса. И последние, следующие, значит, слюнные железы тоже участвуют в пищеварении, которое мы ранее сказали. Самая большая из этих желез слюнных является околоушная железа. Потом под нижней челюстной и под язычные железы. На латыни гляндули сальваторис. Железы в ротовой полости – это мелкие железы, а крупные железы, которые расположены не ротовой полости, а не протоки, открывают в ротовую полость. Под нижней челюстной и под язычной в области уздечка языка открывает свои протоки, а проток околоушной железы открывается в область коренных зубов. Вырабатываем ими секрет слюна. Эти железы являются железами внешней секреции. Регуляция пищеварения нервная и гуморальная. А сейчас перейдем к следующему разделу. Дыхательная система. Дыхательная система или аппаратус респираториум. в свою очередь дыхание это совокупность процессов, которые обеспечивают поступление кислорода, использование его в окислении органических веществ, а также удаление углекислого газа и некоторых других веществ. органы дыхания это специализированные органы для газообмена между организмом и окружающей средой. Дыхание в свою очередь делится на внешнее и внутреннее. Внешнее это вдох и выдох, внутреннее это клеточное дыхание. биологическое значение дыхания естественно обеспечивание организма кислородом, удаление углекислого газа, окисление органических соединений с выделением энергии необходимой человеку. Дыхательная система в свою очередь делится на воздухоносные пути и органы дыхания. Воздухоносным путям относится носовая полость носоглотка гортань трахея и бронхи а органам дыхания то есть основным органам где происходит газообмен относятся легкие. Дыхательные пути в свою очередь делятся на верхние дыхательные пути это носовая ротовая полость носоглотка а также глотка дыхательные пути нижние делятся на гортань трахею и бронхи полость носа кавем назалис состоит в основном из костной основы стенок носовой раковины носовых ходов нос делятся на наружный нос и систему носовых ходов строение слизистой оболочки носа носа то есть носовая раковина имеется здесь видите верхняя проходит верхний носовой средняя носовой раковина нижней носовая раковина где проходит нижний носовой ход В слизистой оболочке дыхательной области содержится ряд приспособлений для очистки, увлажнения и согревания или охлаждения вдыхаемого воздуха. Это реснички мерцательного эпителия, покрывающие слизистую оболочку. А также здесь имеется густая венозная сеть сосудов по слизистым слоям, которые способствуют согреванию или охлаждению воздуха. В носовой полости также имеется обонятельная область, покрытая обонятельным эпителием. Здесь имеются чувствительные обонятельные клетки, рецепторы. Это рецепторная часть обонятельной сенсорной системы. В дыхаемый воздух, поступающий через носовые отверстия, вначале поднимается кверху, затем идет вниз, направляясь через хуану в носоглотку. Слизистые оболочки обогреваются, увлажняются, естественно, очищаются. В этой области также имеются миндалины, которые имеют защитную функцию. Таким образом, чистый, увлажненный, теплый воздух из полости носа через хуаны, отверстие в носовой полости, переходит в гортань и нижележащие дыхательные пути. Гортань, ларинкс. Основные функции — это дыхание, защита нижних дыхательных путей и, естественно, голосовообразование. Гортань расположена на уровне четвертого, седьмого шейных позвонков и состоит из хрящей гортани. Здесь имеется три непарных хряща и три парных хряща. К непарным хрящам относятся надгортанный хрящ, щитовидный хрящ и перстневидный хрящ. И три парных — это черпаловидные, клиновидные, рожковидные. Гортань также имеет суставы, связки и поперечно-полосатые мышцы. На боковых стенках имеются голосовые связки, голосовая щель. А также голосовая мышца. Сужение или расширение голосовой щели зависит от натяжения голосовой связки, которая осуществляется мышцами гортани. Делятся они на три группы — мышцы, расширяющие голосовую щель, мышцы, суживающие ее, и мышцы, изменяющие напряжение голосовых связок. Трахея расположена на уровне шестого-седьмого шейных позвонков. Представляет собой форму трубки, состоящей из 16-20 хрящевых полуколец. Длина 9-11 см делится на два главных бронха — левый и правый бронх, каждый из которых идет к левому или правому легкому. Задняя стенка трахеи мягкая, представляет собой соединительную тканую перепонку, способствует расширению при прохождении пищи. Здесь расположен надгортанник, не дает возможность прохождению пищи дыхательные пути. Деление трахеи на два главных бронха — бифуркация трахеи — происходит на уровне четвертого-пятого грудных позвонков. И, наконец, легкие — это основной орган дыхательной системы, пневмо, на латыни, или пульмона. Занимает большую часть грудной полости, расположена в грудной клетке. Деление трахеи имеет фон, конусообразную форму, парный орган. Сверху расположена верхушка, внизу — основание, которое прилежит к диафрагме. Легкие — имеют три поверхности. Это рёберная, прилежащая к ребрам, диафрагмальная поверхность, поверхность, которая прилежит к диафрагме, и средостенная, направленная в сторону средостения. А также два края — медиальный край, внутренний, и, естественно, нарушенный край. Легкие имеют ворота, куда входят главные бронхи, левой и правой бронхи, каждый в так называемые лёгкие, одноимённые. А также через ворота лёгких в лёгкие входят лёгочные артерии, нервы, а выходят лёгочные вены, лимфатические сосуды. Левая лёгкая имеет сердечную вырезку, потому что здесь, потому что посередине расположено сердце, но сердце своей верхушкой прилежит к левому лёгкому. Левая лёгкая состоит из двух долей, правая лёгкая состоит из трёх долей. Левая лёгкая — узкая и длинная по сравнению с правым, которые шире и короче. Правая лёгкая имеет верхнюю, среднюю и нижнюю долю, а левая лёгкая имеет верхнюю и нижнюю доли. Структурно-функциональной единицей является ацинус. Сверху лёгкие покрыты плеврой. В лёгких бронхи ветвятся, образуют бронхиальное дерево. Главные бронхи делятся на более мелкие, образуют бронхиолы. На концах бронхиол имеются лёгочные пузырьки, называемые альвеолами, которые имеют диаметр 0,15 мм, глубина 0,3 мм. Они заполнены воздухом. Стенки альвеолы высланы однослойным плоским эпителием, покрытым тонкой плёнкой, называемым сурфактантом, который препятствует их спадению. Альвеолы снаружи оплетены густой сетью капилляров. Между стенками капилляров, а также стенками альвеол, совершается газообмен. Вот здесь указано на рисунке альвеола и показан газообмен. Газообмен в лёгких происходит путём диффузии. Кислород через тонкие стенки альвеолы капилляров поступает из воздуха в кровь, а углекислота из крови в воздух. В крови кислород проникает в эритроциты, соединяется с гемоглобином. Кровь, насыщенная кислородом, становится артериальной и через лёгочные вены поступает в левое предсердие. Обмен газа в ткани осуществляется в капиллярах. Через тонкие стенки кислород поступает из крови в тканевую жидкость, а также клетки. А углекислота из ткани переходит в кровь. Концентрация углекислого газа в тканях, где он образуется выше, чем в крови, поэтому он диффентирует в кровь, где связывается с гемоглобином или химическими соединениями плазмы. Транспортируется в лёгкие и выделяется в атмосферу. Жизненная ёмкость лёгких состоит из дыхательного объёма, резервного объёма вдоха и резервного объёма выдоха. Дыхательным объёмом является количество воздуха, поступающее в лёгкие при одном вдохе. В покое он равен приблизительно 500 см3 и соответствует выдыхаемому воздуху при одном выдохе. Если после спокойного вдоха сделать усиленный дополнительный вдох, то в лёгкие может поступить ещё около 1500 см3 воздуха. Это и есть резервный объём вдоха. После спокойного выдоха можно при максимальном напряжении выдохнуть ещё 1500 см3 воздуха. Это и есть резервный объём выдоха. Таким образом, наибольшее количество воздуха, которое человек может выдохнуть после самого глубокого вдоха, равно около 3500 см3. И есть это жизненная ёмкость лёгких. Она больше у спортсменов, чем у нетренированных людей. Зависит от степени развития грудной клетки, от пола, возраста. Естественно, под влиянием вредных привычек, например, курение, жизненная ёмкость лёгких снижается. Даже после максимального выдоха в лёгких всегда остаётся 1500 см3 воздуха. Это и есть остаточный объём воздуха. Таким образом, жизненная ёмкость лёгких у мужчин составляет 3500-4800. У женщин 3000-3500, у тренированных людей, спортсменов 6000-7000 мл или сантиметров в кубе. Жизненная ёмкость лёгких измеряется при помощи аппарата, который называется спирометр. На рисунке есть. А теперь перейдём к третьей системе. Это мочевыделительная система, аппаратус урогениталис. Процесс выделения имеет важное значение для организма, так как он обеспечит освобождение организма от конечных продуктов тканевого обмена веществ, которые уже не могут быть использованы и часто бывают токсичными. В ходе процессов диссимиляции в клетках при окислении белков, жиров и углеводов образуются конечные продукты диссимиляции. Это углекислый газ, вода, а также аммиак. Они не нужны организму и всегда вредны для организма. Незначительное кратковременное превышение допустимого уровня содержания шлаков в организме может привести к серьёзным нарушениям его деятельности, а также, естественно, чревато смертью, если это долго будет продолжаться такое состояние. В системе выделения относятся не только мочевыделительные органы. Сюда относятся также лёгкие, кожа, желудок, печень, через которые выделяются вредные для организма вещества, а также органы мочевыделения. Это, в первую очередь, почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Естественно, сюда входят почные артерии и почные вены. Первый орган – это почки РН. Является парным органов. Они располагаются по обеим сторонам от позвоночника за брюшиной в поясничном отделе. Масса почек 150-200 грамм. Размер каждой почки приблизительно. Длина – 12 см. Ширина – 6 см. Толщина стенок – 4 см. По форме почки бобовидные. Имеют два конца – верхний и нижний. Два края – внутренний и наружный. И две поверхности – передняя поверхность и задняя поверхность. На верхнем крае расположены надпочечники. Это железы внутренней секреции. На внутреннем крае расположены ворота почки, через которые в почку входят артерии и нервы, а выходят мочеточники, вены и лимфатические сосуды. Структурно-функциональной единицы почки являются нефроны. Количество их в почке насчитывается свыше 1 млн. От брюшной аорты кровь по почечной артерии поступает в почку, очищает ее от продуктов обмена веществ и по почечной вене выводится из почки. В свою очередь почная вена впадает в нижнюю полую вену. За минуту через почки проходит около 1 литра крови. За 5-6 минут почти вся кровь один раз проходит через почки, очищает его от водорастворимых шлаков. За сутки через почки протекает около 1-2 литров крови. Почка окружена тремя оболочками, это капсулы ее называют. Снаружи фиброзная капсула, внутренняя тонкая и плотная оболочка представлена. Во внутренней части этой капсулы присутствуют гладкие мышечные клетки, за счет которых происходит сокращение мышечных клеток и в почках поддерживаются необходимые для процесса фильтрации давления. Вторая оболочка это жировая капсула, ее также называют средней оболочкой. Жировая клетчатка более развита с задней стороны почки. При похудении или уменьшении объема жировой клетчатки может возникнуть подвижность или же опущение почек. И третья фасция это почечная фасция, она наружная оболочка, охватывает почка жировой капсулой и надпочечниками. Она удерживает почку в определенном положении. Правая почка на один сантиметр находится ниже левой почки, потому что сверху здесь расположена печень. Она своей тяжестью давит на правую почку. На продольном разрезе почки хорошо видны два слоя. Это наружный корковый слой 4-5 мм шириной и внутренняя часть ее мозговой слой, который образует пирамидки, верхушки которых называются сосочками. Сосочки выводят мочу в небольшую полость, называемую почечной лоханкой. Из почечной лоханки выходит мочеточник. Он имеет вид трубки с мышечными стенками толстыми. Мочеточник в свою очередь соединяет почку с мочевым пузырем. Мочеточник парный орган в форме трубки длиной 30-35 см выводит мочу в мочевой пузырь. Вот парный, видно здесь. Стенка, естественно, состоит из трех слоев. Наружная, внутренняя мышечная и слизистая. Мочевой пузырь расположен в полости малого таза позади лобковых костей. Это полый мышечный орган вместимостью около 700-800 кубических сантиметров. Имеет тело, дно и верхушку. Стенка довольно толстая. Состоит из четырех слоев. А точнее здесь три слоя. Наружный, средний мышечный и внутренний слизистый. Но между слизистым и мышечным слоем имеется также подслизистый слой. При наполнении пузыря стенка растягивается и утончается. Внутри имеется складчатость. Во время сокращения мышц стенки мочевого пузыря моча через мочеиспускательный канал удаляется наружу. Стенки пузыря и мышечные утолщения обильно снабжены нервами. Пазы в мочеиспускании регулируются степенью растянутости стенок мочевого пузыря. Выход из мочевого пузыря в мочеиспускательный канал закрыт двумя сильными мышечными утолщениями, которые открываются только в момент мочеиспускания. Конечной частью выделительной системы является мочеиспускательный канал. Умпостроение отличается у мужчин от женщин. У мужчин он длинный и узкий, длиной 22-24 см, шириной 8 мм, а у женщин, естественно, короткий и широкий. Микроскопическое строение почки. Как раньше мы сказали, в почке имеется около миллиона нефронов. Нефроны являются структурно-функциональной единицей почки. Каждый нефрон образован капиллярным клубочком, который находится в почечной капсуле и почечным канальцем. Капсула нефронов расположена в корковом слое, а почечные канальцы в мозговом слое, то есть во внутреннем. Стенки почечной капсулы, ее еще называют бауменовая капсула, образованы двумя слоями эпителиальных клеток. Между этими слоями находится щелевидное пространство, от которого и начинается почечный каналец. Внутри почечной капсулы в своеобразном бокале лежит капиллярный клубочек. Он образован разветвлением капилляров почечной артерии. В капиллярный клубочек кровь поступает по приносящим, а выводится по выносящим артериолам. Эта капсула представляет собой чашу двустенную. Высокое давление в капиллярах клубочка приводит к тому, что плазма крови выходит из сосудов и попадает в полость между стенами. Просочившаяся жидкость называется первичной мочой. По выходе из капиллярного клубочка выносящая артерия распадается на капиллярную сеть, которая оплетает почечный каналец. Таким образом, кровь, которая проходит через капиллярный клубочек, затем проходит через капилляры почечного канальца и после этого поступает в вены. Из витые канальцы нефронов открываются в собирательную трубочку. В сосочках собирательные трубочки открываются в почечную лоханку. Моча образуется из плазмы крови, однако состав мочи существенно отличается от состава плазмы крови. Почки вырабатывают мочу, изменяет протекающую через них кровь. Этот процесс проходит два этапа, то есть вначале образуется первичная моча, а затем вторичная моча или же ее называют еще конечной мочой. Мочеобразование осуществляется с помощью ряда физиологических механизмов в три этапа. Первый этап это фильтрация. Где стенки не пропускают клетки крови и крупные молекулы белков. Зато другие вещества, растворенные в плазме крови, легко проходят через этот фильтр. Таким образом, жидкость, образовавшаяся в полости почечной капсулы, носит название первичной мочи. Таким образом, 150-170 литров за сутки образуется первичной мочи. Можно сказать, что первичная моча это профильтрованная плазма крови. Высокое давление кровяное заставляет плазму крови профильтровываться через стенки капилляров в почечную капсулу. Второй этап это уже всасывание, реабсорбция. Из почечной капсулы первичная моча поступает в почечный каналец. Из первичной мочи ее стенки всасывают в воду аминокислоты, витамины, а также другие растворенные в ней вещества. Глюкоза всасывается полностью, а другие вещества всасываются частично. Например, мочевина вообще не всасывается. В мочевом пузыре происходит дальнейшее дополнительное всасывание воды в кровь. Когда пузырь наполняется до определенного предела, происходит его опорожнение. Опорожнение мочевого пузыря – это сложный рефлекторный акт. Естественным раздражителем этого рефлекса является естественное растяжение пузыря. Раздражение рецепторов, заложенных в стенки мочевого пузыря, вызывает сокращение его мышц, а также расслабление мышечных утолщений. В результате чего происходит мочеиспускание. Вторичная моча состоит в 99% из воды. Важнейшие из веществ, которые расположены здесь, являются мочевина, естественно, мочевая кислота и хлористый натрий. Из крови, которые за сутки проходят через почки, образуется 150-180 литров первичной мочи. И только 1,5 литра конечной мочи выводится в наружу. Фильтрационные процессы в почках происходят благодаря огромной общей площади всех почечных канальцев. Общая длина которых составляет 120 километров, поверхность 40-50 квадратных метров. Дополнительную литературу вы можете взять. Из указанной литературы на последнем слайде. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...